О, мы можем прокачаться. Так, нам доступно еще улучшение, то есть можем еще прокачать снайперку, но я не буду сейчас пока на это тратить. Гарпон. Грампон. Черная магия. Краска. Денитро сейчас накопим и дальше будем прокачивать Макса, потому что 900 копить не придется долго. Тут у нас поблизости лон. А, кстати, что добавилось? Вот, например, цель подвига уничтожить логово стервятников. Раз. Два. Три. То есть мы разговариваем с информаторами, они нам еще какие-то дополнительные сведения добавляют в задание. Оно из шлема возит нефть и бензин. Если они перестанут ходить, власть шлема ослабнет. В смысле, взорвать мост, что ли, ты хочешь, чтобы мы взорвали мост? Не понимаю. Ясно. Пустишь сигнальная ракета. Нет, я могу взорвать мост, только я не верю, что он взорвется и просто так потрачу сейчас бензин. Нам нужно уничтожить этот конвой, как нам сказал. Так, как мы проедем? Через эту дорогу? Так, как мы проедем, что он взорвается. Поехали мимо. Ой, заблудиться можно. Там у нас тайник какой-то. Потому что я уже так делала. Да, там прикрыли тайник. О, не-не-не-не-не. Фонарик перепутала. Ты кто такой? Что-то за дикари. Странные. Значит, они здесь обитают, а мы напросились сами. Классная дубинка я могла просто так кинуть в багажник. Вдруг потом пригодится. Но он так не делает. Про запас не собирает. Клоака есть клоака. Деталь для проекта. Опарышевая ферма. 2 из 4. Все, смотрели. Вот еще у нас есть лом поблизости. Так сразу не найдешь. Это у нас маршрут конвоя. Уничтожили эти машины, идущие во главе конвоя. Нужно взорвать этот пак с топливом. Угола тоже уничтожить. Сейчас разберемся. Так, куда ехать дальше? Блин, неудачно припарковалась. Да, вы становитесь проблемой потихонечку. Ну что, у вас тут всех видов и мастей у вас. Каждый по-разному нападает. Кто с заточкой, кто с дубинкой, кто сзади. Может, еще сейчас встретится. Сейчас посмотрим. 15% урона от оружия. Да, что я хотела прокачать. По-моему, у нас теперь достаточно. Митро. Нет, недостаточно. Заточку дробовые патроны мы нашли. Они не уходят с поста даже в такой ответственный момент. На краю скалы толчок поставили. И оттуда обозревают. Да. Так. Здесь у нас реликвия прошлого. И пугало. Сейчас нужно уничтожить его. Непрочный. Не хотелось езжать, потому что... Наверняка там есть... Что собрать. Только с этой стороны могло... Куда заехать. Какой ужас. Чуть машину в дребезги не развела. Быстрый ремонт там доступен. Да ладно. Это как? Нет. Это чтобы быстро... Если нас... Бортуют... Чтобы спастись. Оперативненько так. Отремонтировать машину и поехать к своим делам. Что-то так медленно у нас лоб набирается. Куда мы ехали? Сюда? Она парит. Так. Опять я куда-то не туда заехала. Так. Буря что ли надвигается? Вот у нас еще один лагерь. Так, ты посиди пока в машине, друг. Да, к вам я, к вам. Не ошибся. Не ошибся. Да, ты с дубинкой опасный. Плюс 15% от тебя добавляет силы. Мы сами можем так делать. Но я редко что-то подбираю оружие ближнего боя. Мне не очень нравится. Мне больше нравится на кулаках с ним сражаться. Боеприпасы. У нас теперь есть для снайперки патроны. Это пока еще наш город. Это пока еще наши улицы. Мы угнетены, унижены, брошены. Не сдадимся. Мы не допустим, чтобы благочестивых горожан притесняли приспешники безликих богачей. Если вам нужна вода, возьмите ее. Такое, скорее всего, может, это последователи вот этих вот приспешники безликих богачей. Дальше это как-то по цепочке тянулось до поры до времени, когда мир уже полностью рухнул. Появился какой-то там члем. Вполне возможно. А может, просто уже в настоящем кто-то решил себя взомнить лидером тираном. Так, немного можем набрать флягу. Я поэтому чуть позаправилась. Про запас. Так, у нас еще лон. 19. Так, еще рядом места по живым. Много места сразу же обнаружили. Так, смотри, конвой эпических размеров. Да. Что ты предлагаешь? Поехать за ними? Так, еще тайник какой-то. Так, давайте осмотримся. Много тут всего. Кто-то снял с него одежду. Вот пещеры. Я думаю, что здесь у нас дикари. Местные. Но не все члемы принадлежат. Некоторые сами по себе здесь дикие живут, обитают. Куда это я выбралась? Так, по одному у вас немного. Плохо вы защищены. Я по кругу вошла. Мне теперь нужно вернуться. Я еще не обыскала. К одно место. Какие же здесь узкие тоннели в этой пещере. Вообще, я не боюсь закрытого пространства, но в пещере я бы чувствовала себя неуютно. Проходить через такие вот узкие стены. Чувство сразу такое, что там можно застрять. Блин, куда я раздаводу уже? Пятьсот лома. Хочу нитро прокачать. Так, все смотрела. Чуть не спрыгнула. Не поняла сначала. Подумала, с другой стороны можно как-то забраться на эту стену. Нужно аккуратно идти по краю. Так, теперь нужно найти выход. По-моему, я правильно иду. Так, где выход? Я потерялась. Так, тут я только что проходила собачья еда. Поворот не туда. Что, я правильно шла? Да. Все собрали. Нет, там еще лом где-то. Неразда был. Не хочу по тем туннелям шарахаться. Том искать выход. Если бы там для проекта что-то нужно было, то я бы все-таки обыскала еще раз. Давайте дальше поедем. О, вот и воинство, лорда. О, вот и воинство, лорда. Сrianство. Сrianство. Продолжение следует. Продолжение следует... Редактор желал. Бi-ki. Продолжение следует... Так, ну-ка иди сюда, говнюк. Выбрался. Со мной сразиться. Так. Какую тачку мне отвезти? Вот эту. Для коллекции. На трех колесах. Сможем мы доехать? Блин, как же далеко ехать. Почему нельзя просто переместиться в лагерь на этой вот машине, а? Главное, чтобы никто не увязался. Ну, я за свою привод. Так, мою комнату оккупировали маленькие человечки. Поэтому мне пришлось отключить. На некоторое время продолжаем. А группа на нету здесь, в этой машине? Нет. Только дробовик. Он может использовать... блин, ну, зачем такой запару делать? Переместилась бы я на этой тачке просто. А вот каждый раз я должна ее отвозить обратно. возвращаться в район, где я уже все обыскала, выполнила. Ну, зачем мне? Вот этой машины у нас нету. Я решила ее тоже добавить в коллекцию. Я, правда, не понимаю, зачем нам это нужно. Сейчас я проверю, зачем. Так, чего он там говорит? Ты на месте не сидишь? Если так поет и дальше, наша сделка состоится. Да, он на месте не сидит. Вот, например, у нас коллекция тут. Мотоблэйс. Я не знаю, зачем нам эти коллекции пополнять. Так, я перемещаюсь вот сюда. ехать туда 10 лет. Так, что мы здесь еще не успели сделать? Давайте цель подвига уничтожить логово стервятников. Выполним это задание. Да или все по порядку, я не знаю. Разница, в принципе. Разницы сейчас на особо нет. Почему? Потому что я думаю, что помойки нет и в этом лагере. Почему-то мне так кажется. Так, возвращаемся. Место поживы нужно обыскать. Собрать лом. Я надеялся, я в этой серии запишусь, как я сражаюсь с помойкой, но что-то обломчика вышел. У нас подвиг. С трамплином можем спрыгнуть. Бойки не жаждут нашей крови. Да что бояться, мы и так это знаем. До сего дня я защищал тебя, что будь спокоен. Мехоник. Жестянщик. Так, это что там за статуя такая? Так, давай туши, я пойду с ним разберусь вручную. Умный что ли такой? Ну-ка, иди сюда. Сейчас, кстати, эту тачку тоже нужно отвезти к джиту. На трех колесах. Шипастую как раз хотела раздобыть. Я могу это перемотать, момент. Покажу вам, когда уже буду в лагере, отвезу эту машину и когда же мы будем разговаривать с информатором, я перемотаю в этот момент. Просто я как раз подумала о том, что я хотела шипастую в коллекцию добавить. Так, возвращаемся. Ну, это на трех колесах быстрее едет. Не то, что на трех колесах не то, что на трех колесах не то, что на трех колесах но там машина тоже нормальная такая была. тут еще одна кугова. Жалко, не могу сейчас на хаду снести его только на нашей машине. Ну ладно. Новый транспорт доступен. Так. Добавили в коллекцию. Сейчас я опять сюда перемещаюсь. Ну и это еще нужно успеть. Во время остановки мы можем потратить сто лома и быстро отремонтировать машину, если у нас критическая ситуация какая-то. Чтобы машина не взорвалась и если какое-то важное задание выполняем. Это еще нужно успеть. Так. Мы едем выполнять подвиг. Там у нас трамплин. Сейчас пока все не отвлекаемся. неинтересно, что это такое. Это статуя, что ли, какая-то? Еще со времен цивилизации осталось. Еще в прошлый раз обратил на нее внимание. Хотел посмотреть поближе. Двой эпических размеров. Это статуя свобода. Я просто поближе решила подъехать. Новая биография статуи. Они ищут редкий товар людей, обладающих особенными навыками или очень красивых или пораженных необычными мутациями. Этот обо-пост выполняет роль не столько жилища, сколько склада. Здесь раболовы держат рабов для продажи. Если внутри есть рабы, в лагере выставляют надежную охрану. это переплетение тоннелей, освещенных редкими лучами солнечного света. Так, здесь значит рабами торгуют, значит это с этим мы должны точно разобраться. Это наше дело. Очистим эту землю от такой грязи, которая торгует людьми как вещами. Мало того, что они и себя сделали чудовище, они еще тех, кто оставил в себе человечность. Продают, значит. Хлугады. И здесь без рабства не обошлось. Но вы знаете историю, да? Рабы рано или поздно всегда бунтовали. И одни очень умные люди в один момент поняли, что бессмысленно, потому что так и будет. Человек всегда будет стремиться к свободе. Он захочет быть скованным цепями. У него внутри будет все бурлить. Рано или поздно будет критическая точка. Кому-то нужно больше времени, кому-то меньше. Кто-то будет собирать вокруг себя людей и вдохновлять их. То, что они рождены для свободы, нельзя так жить. и все равно рано или поздно рабы бунтовали. Так вот, решили придумать деньги. Рабы сами с помощью денег защищают свои цепи. Они думают, что они свободны. И чтобы они были счастливы. То есть создали эту иллюзию. Такая вот у них была цель. Они этим очень гордятся. Так вот, кстати, это место для подвига. Да? Или нет? Да? Пари, ангел, пари. Берегись. Так. Место поживы. Это был снайпер. снайпер. как же. Вовремя успела вытащить его из машины. снайпер. снайпер устранили. Давай быстрее. Быстрее, 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 света не забывай на нас я не забывай куда уж ты столько напоминаешь нам как забыть нам о таком какие-то обновления одно и то же читаю по низкой вот пещера рабов а нет но ты где у нас разрушенная статуя без головы это как раз это место рабство как таковое души не распространено поскольку люди и так готовы ради выживания добровольно трудиться в рабских условиях так что раболовам приходится специализироваться они ищут редкий товар людей обладающих особыми навыками очень красивых или пораженных необычными мутациями этот так я читала очень красивых женщин очень красивого думаю продают сильных выносливых рабов и с разными мутациями людей для разных целей от садистских до неадекватных так что-то в этом есть он будет замечательно трястись и греметь на ходу хвала небесам я коллекцию добавила семьи вдруг будет попадаться какая-то интересная машина и будет прерывать мое задание я конечно это буду перематывать теперь чтобы каждый раз нет не отвозить в убежище джита лишний раз смотреть какие-то важные события конечно буду оставлять так я записываю это все думаю что это будет не интересно так я решил поступить я накопил достаточно чтобы прокачать что я хотела 700 метро я хотела прокачать метро и и можно макса прокачать так мощный контрудар наносящий огромный урон и глушащий противника можно прокачать прокачиваемся пока не встретились с помойкой так вот место пожилые у нас есть реликвиалом и лагерь помойки тут еще один лагерь и говоря о вот у нас лагерь говоря они от всевидящий лагерь называется или все видящий это главарь но такая кликуха победить главаря по имени культя а нет культе его зовут не знаю где у нас помойка а он вот и и и и и и так вот здесь лестница я думаю что там охраняемая территория все равно мне надо повернуть пару деталей да чтобы не времени тратить зря мы так и поступаем пока механик и полирует детали автомобиля мы добываем лома а побольше нравится мне такие опасные места из которых можно свалиться и не знаю экстрима какой то добавляет в игру не все так просто чтобы было да не охраняет что ли боеприпасы нашла а внутрь пойдемте заглянем внутрь я думаю что здесь опять нужно пробираться в пещеру так ну есть кто дома или нет совсем просто меня никто не встречает а я думаю может мне тогда обратно не спускаться а механика можно позвать наверх у нас там еще место пожилы есть да вот она не знаю домовладельцы куда-то ушли по своим делам скажу Мам я тебе не указываю я прошу тебя скажи джона чтобы он провел дезинфекцию эта зараза может прятаться где угодно тебе надо будет просто на полдня выйти из дома пожалуйста с этой диме лучше не рисковать эрик эпидемия какая-то была сказала что сама земля решила нас убить земля сказала бы я ему люди земля наоборот вас защищает если бы не земля тогда бы давно уже из-за цунами ураганов смерчей и землетрясений вообще вся земля бы под землю ушла и вообще бы никого не осталось вам кажется что же тяжело но на самом деле благодаря земле еще человечество существует если бы такого не было если бы земля не сдерживала и не любила человека который гадит на земле тогда бы давно вы уже весь мир пал ко дну океана так что дело не в земле дело в людях максик сам человек своими руками сделал такой мир в котором же сейчас безумный макс или в таком или такой мир которым живем мы а а а а а а а а и а а а а а а а а а здесь как раз рабами торгуют здесь у нас деталь чисельщики нужно туда сгонять маршрут конвоя маршрут конвоя с ними тоже нужно разобраться Так, ты всё отполировал, дорогой механик. Естественный отбор — это не когда человек выживает и превращается в животное. Или, как вы считаете себя хищниками, а человек — хищное создание. И слабых он должен истреблять и не помогать. Естественный отбор — это когда в таких условиях человек оставляет себе человечность. Кто, оставив себе частичку души, и будет лилеть эти светлые чувства. Потому что ложь, она всё равно не будет жить вечно. И всё чаще и быстрее ложь будет всплывать наружу. Как её часто не меняют, не заменяют одним на другое, ложь будет всё быстрее всплывать наружу. Это относится не только к личным каким-то переживаниям, ситуациям человека, а вообще ко всему миру. Так вот, естественный отбор — это то, что человек останется человеком. И так долго тебя ждал, святой, и даже, несмотря на сомнения, продолжала мечтать. Это когда в таких условиях Макс всё равно помогает людям делиться с ними водой и пропитанием. Просто нам здесь такого не показывают, но хотя бы водой. Всё остальное превратится в пыль. Как бы долго они не держали эту землю в страхе, они всё равно все превратятся в пыль. В итоге они друг друга уничтожат. Потому что им недостаточно то, что произошло с землёй. Мы находимся в пустыне, на дне океана, который высох благодаря людям. Человек хочет превратить себя в пыль. Или в червей земляных, которые копаются там. Копошаться в земле. Вас так и будут сбивать с толку и говорить, что самый лёгкий путь — это путь сражений, борьбы и войн. Прекратите слушать всех подряд. Осмотритесь уже. Столько уже времени ваши прабабушки, прадедушки, ваши предки живут в таких условиях. Неужели никакие мысли не закрадываются вам в голову, что вас обманывают? Почему вы думаете до сих пор, что мир плоский? Ходите на фильмы 3D? Ваш мир, блин, 3D, 4D. Жизнь намного безграничнее, чем фильмы, которые нам показывают. Эти блокбастеры с спецэффектами. Потому что всё взято из природы. Нет ничего в мире технологий, чего не могла бы дать природа человеку. Всё взято из природы. Леонардо да Винчи все свои изобретения сделал, анализируя природу. Тот, кто умеет наблюдать, видит больше намного. Элементарные, очевидные вещи, которые вам кажутся открытием, чем-то удивительным. Восхищаться, конечно, и удивляться нужно. Это прекрасное чувство, когда... Неважно, какой у вас опыт за плечами, сколько вы прожили, всё равно можете восхищаться миром и наслаждаться природой, красотой этого мира. Открывать для себя что-то новое. Блин, куда-то я не туда уехала. Сверхи от военнослужащих! Сверхи от военнослужащих! Я не могу, как. По логике вы однажды и улыбайте нас! Я ежедайся! Патроны закончились, да? Так, мы с конвоем сейчас разбираемся. У меня в дробовике нет патронов. Так, наконец-то. Все разъехались кто куда. Так, информатор. Эй, да, ты же и есть этот парень, воин, о котором все говорят, который проткнул члема пилой. Вот что я тебе скажу. У конвоя, которые тут ездят, мощная броня. Но это не проблема. Это просто цель себя в большую красную феровину, да? Если бы у меня были патроны в дробовике, я бы так и сделала. Так, меня немножко возмутили слова безумного Макса, поэтому достаточно эмоциональная речь была. Так, его нужно, наверное, угнать. Отвезти. Нужно... ...буджета. Так, этот транспорт нельзя добавить в коллекцию. Ничего, я просто так его сюда везла. Хотела маршрут уничтожить. Безблизнецкий, безблизняк. 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 Добро пожаловать в коллекцию. Безуси в коллекцию. Продолжение следует...